Радио Камчатка. Гость в студии. Ну что, друзья мои, день у нас сегодня такой. Слабый дождь, умеренный ветер, плюс 11-13, холодновато, мы это заметили тоже в студии. Самое время пойти и погреться, прогреться хорошенечко. А где это можно сделать, кроме как в хорошей кайфовой баньке. И у нас в гостях Денис, один из создателей такого бани, или можно сказать, банный комплекс. Банный комплекс, да. Новый банный комплекс жимолости, друзья мои, появился. Какое местечко, местное, красивое название. А если жимолость, оно же живи молодость. Оно прям напрямую, мне кажется, относится к баню. Так и манец, да. Прям очень мило звучит. Нейминг, уровень класса. И вот, собственно, один из создателей жимолости у нас в гостях. Добро пожаловать, Денис. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Откуда такая идея? Ну, начнем с того, что мы сами очень любим париться, расслабляться. Ну, потому что, как иначе, еще можно, да, отвести душу, скажем так. Вот. И поэтому решили создать такой, это именно комплекс. То есть, это не просто баня, там, парилка, да. А это именно комплекс, то есть, продумано все настолько до мелочей. У нас, ну, то есть, банально с запахов, со звуков, сама атмосфера, да. То есть, мы ее максимально всю сделали так, чтобы человек, попадая в нее, был просто в комфорте. В комфорте и для того, чтобы можно было максимально расслабиться. И все-таки, бани безумно популярны в нашей стране и в других странах на протяжении многих-многих веков. В чем секрет вот этой вот популярности? Чем она так притягивает людей? Я думаю, то, что просто это место, где ты именно телом отдыхаешь. То есть, немногие места можно, да, то есть, можно сказать, в ресторан, там, покушать, да, и куда-то еще там на природу просто выехать. А тут ты именно даешь телу отдохнуть. Вот, и у нас, почему именно банный комплекс, да, потому что у нас сочетается русская баня на дровах, да. Она как бы вся у нас в современном стиле, да, то есть, там стоит очень хорошая печка финская на дровах. Вот, и также у нас еще есть баня Фурако. Это еще что такое? Баня Фурако, это очень интересное такое мероприятие, скажем так. Ну, мы не в курсе, никто не знает? Нет, ну, давай, рассказывай. Смотрите, баня Фурако, это банный чан, грубо говоря. То есть, банный чан из сибирского кедра, он не как обычный банный чан, как, скажем, кастрюля, да, то есть, под которой горит костер. Это именно чан, в котором стоит печь, прямого нагрева, то есть, она греет все. Масла из этого чана, да, кедра, они поступают в воду, проникают в кожу, то есть, и все это максимально расслабляет. Вообще, баня Фурако, она входит в состав комплекса банного японского. Это японская баня, вот. Японский банный комплекс Афура, вот. Там у них сочетают, то есть, там у них, это ритуальность японцы, они очень ритуальные же люди, вот. То есть, там начинается с того, что вас помыли, да, потом вот погрузили в этот чан, и потом уже, когда тело прогрелось, есть у них специальные такие ванны, квадратные, скажем так, да, где есть опилки, есть камни, и вас вот это вот все обкладывают. И, в общем, вот это вот сам чан, да, самая изюминка, скажем так, этого комплекса у нас присутствует. Он стоит на улице, то есть, это свежий воздух, и водичка теплая, просто потрясающая. Ну, а есть человек, вот, банчика какой-нибудь профессиональный, который будет тебя вот так унать в этот Фурако, будут тебя там парить. То есть, к бане прилагается какой-нибудь профессиональный банщик? Ну, пока у нас, скажем так, в штате нет банщиков, но мы сотрудничаем с профессиональными парильщиками. То есть, вы приглашаете? Приглашаем, конечно, профессиональных парильщиков. Сейчас у нас будет коллаборация с одним очень известным нашим спа-центром. Они, то есть, это будет индивидуальное парение, допустим, да, не так, как, ну, то есть, вы приходите, да, в спа-процедуру, ну, в спа-центр, и вас быстренько-быстренько там раз-раз-раз-раз по программе провели, да. А тут будет все иначе. То есть, тут полностью комплекс снимается там на двух, там, трех человек, ну, четырех, там, допустим, да. И все только для вас приезжают массажисты, приезжают парильщики. Парильщики, бригада, да. То есть, это вот такое выездное, выездное индивидуальное мероприятие, где полностью все только для вас. Слушай, ну, сколько будет стоить? Не секрет. Ну, о ценах пока мы не говорим. Я думаю, что у нас все это узнать можно у наших администраторов. Вот, но коллаба такая будет. Интересная очень коллаборация. Профессиональный банщик, профессиональный парильщик. Все, что я помню из своей жизни про баню, это вот горячие камни и ведро воды. Ну, и ты сам себе и парильщик, и банщик, и кто-то из толпы тебе по спине стучит этим самым веником, да? Сейчас все это максимально на какой-то очень современный профессиональный уровень поднимается. Ну, то есть, это такая аутентичная баня. Она еще, я так знаю, находится достаточно далеко от города, в тишине. Ну, скажем так, она недалеко от города. Да, если говорить о городе Елизово, так это вообще, грубо говоря, Елизово. Вот, очень шаговая доступность от аэропорта нашего, нового аэропорта. Да, то есть, очень красивые виды, панорамные у нас, у нас панорамные стекла, панорамные террасы, которые ты просто выходишь, у тебя все на виду, все вулканы. Тут аэропорт, тут самолеты садятся, просто потрясающе. То есть, из парилки выходить нужно халатик набросить, да? Нет. Ну, пассажиры это... Нет, несмотря на то, что в парилке тоже панорамное большое окно стоит, то есть, всю природу ты можешь лицезарить, комарики вот там вот за стеклом, да? Вот, несмотря на это, все сделано очень так интимно, скажем так. Нет такого, что кто-то там на вас посмотрит или что-то еще. Ну, хорошо. К какой компании можно приехать так, чтобы было комфортно, чтобы не было слишком людно и не было одиноко? Ну, оптимальное, так скажем. Оптимальное количество 10 человек. Ну, то есть, это спокойно вообще, без каких-либо... Ну, это как раз половина коллектива радио Камчатка, да? Может собраться, наверное, и приедет. Ну, я вам скажу то, что можно и весь коллектив радио Камчатка собрать, и весь коллектив масс-медиа, наверное, даже можно собрать там, и каждый найдет себе место. Может, мы не вместимся? Вместитесь, вместитесь, да. Сделаем вам рум-тур. Да, пожалуйста, пожалуйста, мы вас ждем с удовольствием. Дело в том, что большая площадь очень у нас в бане, ну, самого банного комплекса, да, то есть, это же не только вот у тебя предбанник, парилка там, да, там очень большая гостиная. Отдельная зона релакса там с подвесными креслами, где просто... Подвесные кресла? Подвесные кресла. Это ты выходишь с барилки в подвесное кресло и полетел, и полетел просто в рай. Звучит все классно, но есть же, например, топ того, чего ни в коем случае нельзя делать в бане, перед баней, может, после бани. Ну, понятно, мне кажется, первое это алкоголь, да? Ну, алкоголь, конечно, ну, никому же не запретишь, скажем, но лучше не делать, да. Знаете, я тоже очень люблю париться, сам парю, вот, и я таких ограничений, как бы, ну, нет таких ограничений, которые прям вот нельзя делать, да. То есть, ну, алкоголь, да, понятно, те, у кого какие-то болезни, да, сосудами, там, сердечники, да, надо повнимательнее к этому относиться. Кстати, вот баня Фурако, она именно для сердечников подходит, скажем так, потому что суть в чем, японцы, они вообще по-другому парятся, абсолютно по-другому. Они погружаются именно в воду, и за счет объема воды, да, то есть тебя нагревает. Наши же бани, как мы зашли, жар, пар, все, то есть мы за счет именно воздуха прогреваемся, а не за счет жидкости, вот, поэтому, то есть сердечником залез в чан, грубо говоря, да, ниже уровня сердца у тебя вода, все, тебе ничего не грозит, но при этом за счет того, что большая часть тела погружена, да, руки, то ты прогреваешься равномерно, и все равно весь этот эффект именно бани у тебя присутствует. То есть не обязательно заходить, да, то есть приедет компания, кому-то нельзя париться, кому-то можно париться, для всех, для каждого человека у нас найдется, скажем так, процедура. Слушай, у нас получается, озерки, это Фурако, да, это Зеленовская Фурако. Ну, озерки, это озерки, это же, как бы, термальная вода, тут не термальная. Ну, тоже, тут тоже, понимаешь, Фурако с термальным эффектом. Ну, я думаю, что если бы озерки заморочились, можно было бы им, конечно, поставить. Вот вам бесплатный маркетинг, берите. Вот мы говорим про эффект бани, а каков он, тот самый настоящий эффект бани? Что мы должны приобрести после посещения? Я думаю, в первую очередь, это легкость, конечно. Легкость просто от кончиков пальцев до кончиков волос, и все это, ну, это очень приятное, растекающее чувство. То есть, и как пушинка, становишься как пушинка. В нашей парилке, которая, ну, традиционная, скажем так, русская баня, да, присутствует также второе дыхание тоже. Немногие заморачиваются этим, нужно делать это на стадии строительства, не так то, что там. Ну, поподробнее. Ну, то есть, это, скажем так, интегрированная система вентиляции в саму парную, в полки. То есть, ты лежишь, когда на полке, да, допустим, лицом вниз тебе там парят, а здесь у тебя такое отверстие. Отверстие, и там свежий воздух. Да, 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 то есть, особенно, когда зима, это просто потрясающе. Тут у тебя жар-пар, да, и, ну, как бы, почему люди быстро выходят из парилки, да, почему они там долго не могут находиться. Дышать нечего. Потому что дышать тяжело, да, становится, влага же попадает, и все. А тут у тебя, пожалуйста, свежий воздух, и можно там провести очень много времени. Ну, есть еще какие-нибудь, расскажи-ка какие-нибудь суперфишки нового банного комплекса жимолости, которым ты нас интригуешь уже целых 10 минут. Суперфишки такие, мало того, что мы заморочили, скажем так, именно с процедурами, да, также погружение, как мы, что, что может погрузить, да, именно в атмосферу? Конечно, музыка. Музыка, да, у нас очень продвинутая система мультимедиа, специальные колонки для парилки, то есть у нас с самой парилки играет музыка. Ну, и... Новенькая прям. И сама музыка, наверное, подобрана, да, специально? Специфическая. И сама музыка подобрана, то есть, да, разделены зоны. Есть у нас зона большой террасы, да, есть зона, получается, ну, душевая, там, санузел, сама баня и малая терраса. Малая терраса, когда ты выходишь, получается, с парилки, на отдельную террасу ты выходишь, там, что злонги у нас стоят, в общем, сам Чанут, фурако именно там находится. И там играет своя музыка, то есть на террасе, в парилке. В парилке прям под полками установлена колонка, специальный динамик, который именно для таких зон делается. Вот. И, то есть, музыка подобрана, но каждый может включить свою музыку, банально принести флешку, блютуз подключить, да. Или же, ну, то есть, у нас заготовлено, конечно, то есть, у нас там пение птичек, да, то есть, звуки природы. Ну, то есть, банально ты лежишь в парилке, да, смотришь на природу, у тебя и вокруг звучание природы, и пахнет природой. И вообще все потрясающе. То есть, вот оно, ну, настоящее погружение, да, когда у тебя работают несколько органов чувств, да, скажем так, и ты начинаешь не просто быть там, находиться физически, да, просто как тело, смотришь, вот баня, да, все, жарко, классно. Вот, а когда ты именно погружаешься, все, у тебя максимальное погружение происходит. Круто. Ну, все, в целом, радио на лопатку. Ну, все, продал, продал. Заграемся, едем. Вся наша студия уже мыслено там однозначно. Я точно унеслась куда-то в сторону жимолости уже, представляю. Хотя я отношусь к тем людям, кто вообще баню не любит, правда. Мне всегда там некомфортно, плохо, мне жарко, мне нечем дышать, у меня сразу начинает кружиться голова. Ты просто не брала хорошую баню с фирменным банщиком. Ну, сейчас я послушала Дениса, я такая, ну, дам-ка еще второй шанс, пожалуй, я думаю, что он будет успешный. Конечно, конечно, да, 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 вам обязательно их нам нужно. Крутое месторасположение, да, еще, то есть возле аэропорта, да, прям находишься? Ну, практически, да. Ну, аэропорт, вот, выходишь на верхнюю террасу, у тебя вот он аэропорт, вот самолетики садятся, то есть... Слушай, можно как в Таиланде сделать, у нас тоже будет такое местечко, фотозоны, как в Тае стоят на берегу с самолетами, и у нас люди в полотенцах такие будут. Прямо самолета, самолета в баню туристам будет. Нет, фотографироваться будут ждать взлета самолета, и такие полотенчики, такие на бедной повязке, такие, раз, это камчатская фишка, ответ наш Таиланду. Да, наши гости именно почему, ну, им не почему-то сравнивают с Таиландом, потому что, ну, во-первых, у тебя вид, да, у тебя вид на вулканы, тут самолет, как у нас все пытаются поймать, да, на медведях, когда люди прилетают, на медведях сфот, чтобы вот медведи, вот он вулкан, и вот он самолет летит. Это же прям все, поймал самолет, все, ты считай, в дамках, вот, а тут банально заходишь, смотришь расписание самолетов, хоть за фото себе вообще. То есть у вас там уже прям написано расписание рейсов, да, в бане, и сигнал такой, тиринь, да, да, инфотабло, по отдельному кабелю у нас объявление рейсов. Рейс там, Петропавловск, Москва. Да, да, забавно. Интересно, ну, слушай, уже, ну, захотелось нам, да, съездить, посмотреть, почувствовать, прочувствовать, погрузиться, да, вот такой интересный банный комплекс «Жимолость», тем более новый, ну, и, судя по твоим рассказам, сделано все с любовью, очень качественно, очень там продумано до мелочей. До мелочей, конечно, да, потому что, ну, мы понимаем, что хочется от бани в целом вообще, да, понимание у нас есть, потому что мы это любим, естественно, мы с любовью и с таким подходом делали для людей. То есть даже понимание освещения, да, то есть у нас несколько сценариев освещения, то есть ты заходишь, ты можешь в теплом свете побыть, хочешь можешь в ярком свете побыть, фитозона у нас есть, огромное панно почти на всю стену, где оно тоже подсвечено. Банально там можно просто, ну, я не знаю, сколько у нас гостей не было, фотографии, это просто фишка, люди заходят сначала и где-то, ну, наверное, минут 40 только ходят, фотографируются, потому что, ну, все для этого сделано, скажем так, да. Так, Денис, прекращайте издеваться над нами, нам еще работать целый день, а как с этими мыслями дальше-то продолжать рабочий день? Я думаю, что следующий наш выпуск про баню будет уже изнутри. Да, да, я думаю, да, следующий репортаж мы будем уже вести из парилки или из лаунж-зоны. Ну, это был радиообзор на новую баню жимолос, которая находится в Ельзовском районе, и мы напишем. Можно, можно же, да, в Двагисе забить, там все появится? В Двагисе, вся информация о Двагисе, 339941 телефон, можно позвонить, всегда наш администратор на связи, он даст всю информацию абсолютно, то есть у нас проходят акции, у нас проходят, скажем так, сейчас вот запускаем новый проект на базе жимолости ДНД, а может быть кто знает, это Дэнджин и Драгонс, Подземелье и Драконы игры, вот, и, то есть компания, это как настольная игра, да, но она ролевая, она ролевая, когда каждый участник играет свою роль. Ролевые игры в бане, это что-то новенькое. Ну, скажем так, это не в парилке, потому что у нас большая гостиная просторная, опять же, с прекрасным там светом, и все это тоже очень погружает. Ну что, друзья, до встречи в парилке. Да, ну что ж, не парьтесь, друзья мои, езжайте в жимолость. В студии на радио Камчатка.